Сегодня жители микрорайона Дружба не могут сказать, что отрезаны от городского округа мытищем. Ни проливной дождь, ни пробки на Ярославском шоссе не нарушили план дня жилищно-коммунального комплекса. Здесь будет хамам, купель и сауна. Комната, соответственно, готовочные приемы пищи и тренажерный зал. Это помещение гаража. Далее лестница на второй этаж мы поднимаемся. Семь помещений – это номера, каждая с санузлами. Большой зал порядка 144 метра для единоборств, тренерская. Ну и, соответственно, две раздевалки с санузлами. Разрушавшаяся лыжная база шаг за шагом превращается в современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Члены комиссии осмотрели помещение. Строители не отстают от графика, работают аккуратно. А возникшие вопросы, такие как ввод в эксплуатацию вентиляционного отопительного оборудования и системы энергоснабжения здания, были обсуждены на месте. Такое же примерно здание, как у нас на стадионе «Строитель», под трибунные помещения, или как на стадионе «Строитель» в центре единоборств, на «Дружбе» построили достаточно хорошее здание. Дальше по планам на стадионе «Дружба» нам поле привести в порядок, сделать беговые дорожки тартановые, такие же, как на стадионе «Строитель». Ну и, наверное, привести в порядок каток. Без внимания членов комиссии не осталась и прилегающая к стадиону «Дружба» территория. Площадка для мусорных контейнеров, которая оказалась аккурат у входа в физкультурно-оздоровительный комплекс, будет благоустроена. Вместо гаражей и складских контейнеров появится парковка. Здесь же, на 4-й парковой улице, рабочие приводят в порядок двор. Но для того, чтобы он выглядел идеально, необходимо прояснить пару деталей. Тут вышла группа 1, 2, 5, 10, и мы уже сделали проект. Они просят стоянку вот здесь, деревья не трогать. Вот мы эти кусты сейчас пересадим туда и планируем здесь под стоянку. Где стоянку сделать? Вот в этом месте, где нет деревьев. Во-первых, подальше от детских площадок. А детскую площадку? А детскую площадку здесь нет, она у вас с той стороны. Здесь просто будет сквер. И здесь спортивный комплекс мы хотели поставить. Ну, давайте. Была решена и судьба разрушающегося здания, не весь сколько стоящего в центре двора. Оно будет снесено. Жилые дома, напротив, приводятся в порядок. Уже три фасада наше предприятие уже привело в хорошее состояние. В общем, эксплуатируют ветхий фонд, я считаю, достойно. И дома, даже их сносить-то не захочется, потому что они стоят как игрушки, скажем, красивые. Еще один микрорайон сегодня находится под пристальным вниманием окружной администрации. Дома, построенные Министерством обороны, лишь обрастают необходимой инфраструктурой. Но мытищенцам не гоже жить среди бурьяна, пока наверху принимают решения. Может, здесь тоже сквером заняться лучше? По временной схеме? Сквер сделать, да. Прочистку? Прочистку провести, ну, выровнять, газоны засеять. Планировку. Планировку. Это не проблема, только пока мы ее сделаем, пока что все, вдруг школу будут строить потом. А мы в этом году сделаем. В этом году школу точно не будут строить. И она в планах ее нет. Ее надо все равно попасть в планы Московской области. Пустырь в Первом Рупасовском переулке станет красивым и аккуратным, возможно, уже в этом году. В будущем благоустроенная территория прекрасно дополнит школу, которую градостроители планируют возвести между этими многоэтажками. Надежда Трифонова, Олег Степанов, информационная программа «День».